всем привет сегодня поговорим об избыточной влажности в новостройке такое радостное событие вы приобрели квартиру выполнили не ремонт уже собираетесь заезжать вот такая проблема на стенах появляется стены полностью мокрые они не сохнут отопление на максимуме в квартире 21 градус а стены вот так вот текут плачет как же с этим бороться сегодняшнем видео мы это рассмотрим у меня например вот такая проблема везде везде избыточная влага на балконе все капает на пол не сохнет по остальным комнатам то же самое планах было переехать в ближайшее время но мои планы нарушились теперь буду бороться с этой избыточной влажностью которая естественно если с ней не бороться потом приведет к образованию грибка и плесени по всем комнатам если положить линолеум под линолеумом будет грибок и плесень потом его вообще не выведешь поэтому необходимо естественно это все дело убирать как же я буду бороться с этой избыточной влажностью нормальная влажность 45 55 процентов естественно у меня больше можно бороться при помощи тепловентилятора но сразу говорю что этот вариант достаточно плохой потому что мы будем греть стену влага вроде бы уходит но она не помогает итак будем мы бороться при помощи вот такого осушителя воздуха горение d20m приобрели пришлось приобрести деваться некуда потому что надо влагу убирать так как при помощи если сушить теплодую просто идет у нас циркуляция воздуха это влага гоняется по квартире и никакого результата нет в итоге эта влага опять же остается в квартире то есть мы от нее никак не избавляемся для этого мы приобрели осушитель достанем его посмотрим что из себя представляет и так вот такой вот осушитель осушитель воздуха нормальная влажность квартире должна быть 45 55 процентов при такой влажности не развиваются грибки плесень включаем наш осушитель воздуха в сеть и посмотрим как же он работает итак осушитель наш включен подойдем поближе сейчас посмотрим так ну панель достаточно простая включаем питание и осушитель тут же начал работать изначально сушитель нас показывают сейчас влажность 64 процента квартире 65 ну я думаю сейчас она будет подниматься потому что он только включится через себя сейчас прогонит воздух и датчик влажности определит какой процент влажности квартире и так как видим до влажность у нас подымается потому что поток воздуха пошел 70 процентов влажность это очень большая это хорошая среда для развития грибка и плесени также мы видим в этом осушитель и есть бак бак из себя представляет объемом 3 литра и шкала по которой мы можем видеть на к насколько он наполняется после того как бак наполнится полностью осушитель у нас автоматически выключится и так рассмотрим подробнее теперь сам осушитель вот у нас работает показывает 72 процента влажность здесь есть вот такая панель есть таймер отсрочки на которой можно нажать потом вентилятор скорость вентилятора есть все такие стрелочки регулировки влажности но регулировать можно только в одном положении когда когда у нас будет светиться вот там где кнопочка включения тогда мы сможем выставить нам необходимую влажность до которой будет работать осушитель и когда он до этой влажности осушит он автоматически тоже выключится есть также драйвер это сушка белья есть конд это он будет независимо от влажности работать постоянно без остановки есть smd smd это smart smart контроль то есть у него встроенная программа при которой он будет автоматически определять при какой влажности включаться выключаться и так вот последним мы регулируем выставили сейчас 50 процентов влажности когда он осушит до 50 процентов он нас автоматически выключится осушитель может работать и осушать до 20 литров сутки но это опять же производитель озвучивает если температура будет 27 градусов и влажность там 70 процентов 70 80 процентов вот такой вот бак вот это он немножко у нас поработал немножко воды уже собрал наша емкость извлекается достаточно легко там есть ручка вот когда мы емкость достали сразу появилась ошибка p2 то есть он уже не включится без этой емкости есть такая вот удобная ручка за которую можно потом достать этот эту емкость и пойти вылить эту влагу но мы сейчас поставим ее обратно дадим поработать нашему осушитель еще какое-то время ну и потом по истечении определенного времени я вам покажу сколько собралось у меня влаги с моей комнаты в итоге она бы у меня просто циркулила по по моей комнате и за счет того что дом утеплен пенопластом она бы просто бы внутри оставалось бы и я по ее еще долго не знаю боролся бы с этой влагой еще может быть год-два и так поработала у меня сейчас мой осушитель 6 часов собрал достаточное количество емкость как видим у нас вода поднялась уровень если бак на 3 литра то здесь примерно заполнена сейчас на две трети вот примерно 2 2 литра собрал осушитель воздуха за 6 часов ну естественно заявленные показатели не выполняются 20 литров в сутки потому что температура у меня 21 градус ну будем осушать будем бороться и так возьмем эту емкость теперь просто пойдем вы выльем сливной сливное отверстие умывальник обратно поставим наш нашу емкость и включим далее осушитель осушитель можно включать я живу его можно оставить включить и уйти он автоматически когда заполнится емкость в этой емкости есть специальный поплавок и датчики определяют когда поплавок вот он поплавок датчики определяют когда емкость полная осушитель автоматически выключается то есть вы можете спокойно на ночь его оставить уйти на следующий день с утра прийти слить емкость включить его и опять же пойти по своим делам то есть прибор работает в автоматическом режиме вот такой поплавочек который определяет уровень в нашей емкости и так друзья вот так вот будем бороться с влажностью надеемся побороть как можно быстрее если видео пригодилось обязательно лайк подписка на канал в общем заходите друзья всем пока пока и